Эта история Леонида Млечина для тех, кому не безразлично наше прошлое. В Иране происходит нечто необычное. Дело не только в том, что иранцы выходят на улицу и выражают свое недовольство правительством. Они часто это делают, они недовольны экономической политикой власти, потому что Иран, обладатель колоссальных запасов нефти и газа, не в состоянии устроить жизнь своих подданных. Но обычно иранцы выражают недовольство экономической политикой страны, а сейчас они выражают недовольство политикой, политической линией Тегерана. И это в год, когда отмечается 40-летие исламской революции в Тегеране. Четыре десятилетия назад там свергли шаха. К власти пришли священнослужители, которые создали теократическое государство. Государство, в которое, говорили они, будет управляться по законам ислама, управляться будет священнослужителями. Сколько тогда звучало обещаний счастливой жизни, все избавились от тирана шаха, и теперь это будет демократическая жизнь, абсолютно счастлива. С тех пор Иран фактически не вылезает из войн, от горячих и холодных. Первая война началась сразу же с соседним Ираком, восьмилетняя, тяжелая, кровавая война. А потом Иран практически все время находится в состоянии войны с Западом, с западными государствами и с соседями-мусульманами, только с суннитами. Иран – шиитское государство, гордится своей принадлежностью к шиитской ветве ислама и находится в контрах с суннитскими государствами. У этого множество последствий. Пролитая кровь, убитые люди и тяжелое экономическое положение. Попытки вожди Ирана создать собственное ядерное оружие привело к тяжелейшим санкциям, которые больно ударили по экономике страны. И последствия это ощущается и по сей день. Кроме того, тегеранские вожди ощущают себя наследниками того Ирана, который когда-то в древнем мире был первой супердержавой, первым великим государством древнего мира. Они хотят определять жизнь не только в собственной стране. Это привело их к поддержке различных шиитских движений в разных странах. На это тратятся колоссальные деньги. Но всегда казалось, что иранцам это нравится, потому что они же принадлежат к великой державе. Они не могут ограничивать себя границами собственного государства. А сейчас иранцы выходят на улицу и скандируют лозунги, которые можно было перевести примерно так. Нет хлеба и бензина, к черту Палестина! Иранцы недовольны тем, что их государство выбрасывает огромные деньги на помощь террористическим организациям, существующим в секторе Газа, исламскому джихаду и Хамасу. Что огромные деньги идут террористической организации Хизбалла, которая существует на территории Ливана. Огромные деньги уходят шиитским формированием на территории Ирака. В Сирии находится большое количество иранских войск. Это подразделение стражей исламской революции, это самая боеспособная часть иранской армии, на это тратятся колоссальные деньги. Иранцы впервые этим недовольны. Но это только часть картины. Самое, пожалуй, поразительное состоит в том, что ведь когда-то шииты в других странах были счастливы, когда Иран пришел им на помощь. Дело в том, что шииты – меньшинство в исламском мире. Они ощущали себя оскорбленными, забитыми, загнанными в угол. Это воспитало в них некую привычку к мученичеству. Когда появилось теократическое государство, Исламская республика Иран, то шииты во многих странах воспряли духом. Им было приятно, что теперь есть кому за них вступиться. А сейчас происходит нечто другое. В Ливане и в Ираке молодежь выходит на улицы и выражает недовольство тем, что Иран вмешивается в их дела. Они не хотят этого. Они выступают против Хизбаллы, они выступают против шиитских формирований на территории Ирака. Это нечто... Ну, самое характерное – это ситуация в Ливане. Это государство некогда процветающее, разорвано межконфессиональными проблемами. Дело в том, что там живут крестьяне, марониты, там живут мусульмане-суниты и мусульмане-шииты. И когда-то создание этого государства даже решили поделить власть. Президентом всегда становится христианин-маронит, главой правительства мусульманин-сунит, а главой парламента мусульманин-шиит. И когда-то всех это устраивало. Но потом там появились иранцы. Они привезли с собой деньги, они привезли с собой оружие, они создали мощную организацию Хизбалла-шиитскую. И сонные шиитские деревни, как говорили, превратились в мощную силу, которая определяет теперь ситуацию в Ливане. И какое-то время это устраивало ливанцев, а теперь вызывает тяжкое раздражение. Нечто подобное происходило в Ираке. В Ираке при саддане хузей не было большинства. Вся власть принадлежала сунитам. Шииты были тоже таким придавленным меньшинством, хотя на самом деле по численному населению они превышают количество сунитов. Когда саддама Хусейна сверли шииты оказались у власти. И какое-то время это мочит нас, но потом восстали суниты, которые страшно недовольны вмешательством Ирана в дела этого государства. Мы наблюдаем сейчас нечто вроде повторения арабской весны. Несколько лет назад молодежь, особенно молодежь, просвещенная молодежь, городская молодежь, восстала против всевластий диктаторов и автократов. Она восстала и добилась успеха. И в нескольких странах свергли диктаторов. Но ничего не получилось. Почему не получилось? Потому что в этих странах нет традиций самоуправления, самоорганизации, нет традиций политических партий, которые бы брали на себя ответственность за то, что происходит, которые бы находили консенсус с другими политическими партиями, которые бы сотрудничали. Ничего этого не было. Поэтому, скажем, в Египте свергли генерала Мубарака, потому что он надоел, потому что он слишком долго находился у власти, потому что его семья была коррумпирована и поощряла коррупцию в стране. Его свергли. А кто пришел к власти? Радикальные исламисты, которых в свою очередь свергли вооруженные силы. Сейчас, похоже, арабский мир переживает нечто вроде новой арабской весны. Это новая попытка выступить против надоевших властителей. Но на сей раз арабская молодежь недовольна не диктаторами, а просто слишком долго находящимися у власти людьми, которые поощряют коррупцию, которые раздают все должности своим людям, которые раздают все должности своим семьям, своим родственникам, своим помощникам. Арабская молодежь недовольна тем, что у власти десятилетиями остаются одни и те же люди, которые вовсе не думают о процветании государства, а заняты налаживанием собственных дел. Самое поразительное – это реакция этих властителей, что в Иране, что в арабских государствах. Властители сразу же говорят о том, что это дело рук иностранных агентов. Иностранные агенты – это товар повышенного спроса в любой политической аптеке. Потому что, когда люди выходят на улицу, это означает, что что-то не так, и нужно что-то сделать. Может быть, нужно сменить правительство, может быть, нужно сменить руководство, нужно изменить политику. Это ответственные политики так поступают. А если сказать, что все это дело рук иностранных агентов, то можно ничего не делать. Это ничего не делают и пытаются и в Тегеране, и в арабских государствах. Но будем внимательно следить за тем, что там происходит, потому что это территория повышенной опасности, потому что молнии, которые там сверкают, всегда грозят превратиться в большой пожар. Ну, а чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал в YouTube.